мистер пуки проснулся пуки 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 здравствуйте светлана вечер вам добренький что там у вас как она дела вы не туда попали нет заправка я вот только что у вас был недавно у меня электровелосипед заправлял что-то не едет он можно узнать кому можно обратиться что-то топливо плохое что-то электровелосипед не едет не знаю жалоб не было никаких ничего нормально то что-то не могу не знаю приехал вроде заправил как обычно уже не первый раз раз электровелосипед не едет дедушка привет сегодня будет мощный зон или как всегда тебя шкилки попустят джошка заправлялись сегодня несколько раз и фары и этот как он скутер и скутер заправляли мальчишки приезжали а я вот на электровелосипеде приехал что-то не могу это самое ничего не туда не сюда проехал от немного тут ехал туда-сюда вот доехал и чё-то встал вот тут на московском стою вот не знаю вот ничего да нормально вас там может у кто-то администрация есть какая-то пообщаться что-то у меня электро этот самый велосипед трехколесный не едет Вот этот звук такой, ну и все, ну двигатель. А вы когда днем заправлялись? Да, да, ну да, днем. А я думаю, у меня двигатель на электроэкспер не едет. Нет, администрации нет, если только завтра. Если желаете, завтра будет где-то 110. Только вы, да, больше никого нет? Да. А вы спросите у напарницы, может она меня помнит, спросите, вот я заправлялся, электровелосипед убил, трехколесный. Я одна работаю, напарница уже ушла. А, вот просто она мне трехколесно заливала велосипед напарницей, Светлана, да? Она в 8 часов вечера ушла, Юля. А, точно, Юля, Юля, я понял, ну да, это моя бывшая, ну ничего страшного, ясненько. Ну у вас там инцидентов не бывает, да, с техникой вашей? Нет, никто, ничего не приходили. Я понял, просто я вот тоже хочу себе еще двух колесик взять, у меня трехколесный велосипед тоже заправится у вас, ну электровелосипед, чтобы поехал. Нет, не было жалоб, никто ничего не говорил, не знаю. Ну у вас сейчас, по чем вообще стоит, чтобы заправить электровелосипед трехколесный? Вы чем заправляете? Ну я у вас заправлялся, топливом. У меня электровелосипед. Дизель или что вы? Нет, нет, у меня электровелосипед. 92-й, 95-й? Да, да, да. И тут, и тут. Так, 95-й у нас сейчас стоит 49, так, сейчас, сколько он, господи. 95-й, 49-й, 85-й, 92-й, 45-й, 85-й. Ну я понял, ну я знаю, ну ладненько, ну а вы одна сегодня, да, работаете вообще? Да, на части только завтра будет часов 10 где-то, 9-10. А вы всю ночь работаете, да? Конечно. А, ну я понял, вы можете подъехать с вами, там хоть чая выпьем, погоняем, так скажем, ну отдохнем, ну чай выпьем, кофе вместе, чтобы вам скучно не было. Мы до 6 утра закрыты, мне не скучно. Да, нет, ну может скучно вам, я бы на электровелосипеде по трехколесам подъехал, вот поболтали бы, там, не знаю, телевизор посмотрели вместе. Нет, мы закрыты до утра. Я мужчина порядочный, вот у меня электровелосипед. Мне очень понравились. Да? Не слышу. Ну, Светлана, что завтра подъезжаете тогда? Ну мне можно, да, будет, если что-то вопрос по электровелосипеду решить, да? Ну я не знаю, узнавать, если у мастера, если он что, на части, то завтра будет. Ну я понял, просто электровелосипед что-то плохо заправили. Не знаю, только завтра, да. Ну хорошо, вас как зовут? Света. А, Светлана, я так и понял. Ну ясненько. Ничего страшного. Я, вот, честно скажу, вы мне сразу понравились. Я вот как заправлялся, на вас обратил внимание. Вы прекрасная. Вы принцесса, самая красивая девочка на заправке. Красивее вас на заправке не бывает. И вообще, в целом, не идея. Вы принцесса. Вы королева бензозаправки. Да. Так, ну ладно, а то у меня бензовод пришел. Ну хорошо, сейчас я на электровелосипеде подъеду. Заправиться тоже. Завтра подъезжайте, начальник будет. А, хорошо, ладно, сейчас электровелосипед-то там заведу. До свидания. До свидания. Да, 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 да. Вызываемый номер заблокирован. Так разблокируйте. Вызываемый номер заблокирован. Еще раз повтори. Вызываемый номер заблокирован. Еще разок-то, я не понял, что с ней случилось. Вызываемый номер заблокирован. Еще раз. Вызываемый номер заблокирован. Повтори, я не расслышал. Вызываемый номер заблокирован. Блядь, отходил чего там? Вызываемый номер заблокирован. А заказ тоже нас слушает. А, здравствуйте, Светлана. Это заправка. Да, 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 я понял. я вот у вас был недавно буквально не знаю часа час назад с небольшим да это самое вот заправился чуть не пойму что-то с топливом видим у вас сегодня да какие-то перебои то что-то у меня электро велосипед не заводится нормально нормально все не было жалоб сегодня что-то стоит электро велосипед не могут завести нет жалоб не было да нормально вас там где топлива все сегодня сто процентов на счет лично с топливом уверены просто я устаю электро велосипед но и уверенно конечно а чешу мне такой топлива залили пенсионер у нас обычное топливо для всех одно один резервуар не так у меня на электро среди какой не такой что топлива где это мой первый донат тебе спасибо за трюк я не знаю насчет велосипеды у меня электро велосипед трехколесный вот топливо чё-то не подошло видимо ну я не знаю вас какой топлива по документам написан ну как у меня электро велосипед трехколесные но но пусть вы ничего у вас документа какой вид топлива указано чтобы вы заправляли вид топлива. Какой? Да, написано, вообще там нет топлива. Там же надо топлива. Как без топлива ездить? У меня электроверсипед. Не знаю, может, вам его заправлять надо. Я не понимаю, какой у вас велосипед. Я же вас заправил, так подъехал. Налило, оно не едет. Проехался немного и встал, вот не заводится. Тяги нет. Ну, я не знаю даже, чем вам помочь. А вот у вас администрация там есть сейчас? Может, узнаю у них? Может, они в курсе. У меня просто очень чувствительная техника. Ну, это вам есть только на горячую линию звонить, уточнять. Но вам там тоже скажут, какой вид топлива у вас велосипед требует. Да, да, у меня электровелосипед. Ну, какой вид топлива? Вы до этого заправляли его хоть раз? Не, не. Ну, как, заправлял постоянно. Но от розетки его. Ну, вам надо, значит, от розетки заправить. Аккумулятор. Не, а вы меня что залили? Да я откуда знаю, я вас не видела. Я, вы меня видели, я подъезжал, такой сильный мужчина, здоровый весь. Накачаный, у меня мускулы большие, очень бородатые. Я говорю, ничего себе, машина, сказали. Не знаю, я сливал ведь топливо. Вы каким, вообще, бензином каким заправлялись? Я ж не знаю, я подъехал, мне заправчик сунул, что-то там спит, и все. А я что-то съеду. Ну, такого не может быть. Вы говорите свою колонку, номер, это, свой бензин, говорите. И на какую сумму вы заправлялись? Это, значит, 54. Пас 54 рубля литр. На литр? Да, да, у меня что-то сильно там было мощно. Ну, самое передовое топливо, можно сказать, супер турбой. Может, у вас топливо просто кончилось? Так нет, у меня электровый цепет. Я сейчас посмотрю, когда вы справлялись. Да, да, вот по камере, видите? Я сейчас еще не смотрю камеру. Ну, посмотрите. Синий такой трехколесный, видите? Во сколько это время было? В сколько время? Во сколько это время было? Это было 18.54. Велосипед такой. Вы во сколько заправлялись? В 18.54, а сейчас встали? Да я не ехал долго, а стоял еще смотрел. Ну, в магазине был. Где вы смотрели-то? Вы что, 4 часа стоите сейчас на Московском шоссе и смотрите? Что у вас с этим, с велосипедом? Да. Во сколько вы говорите? В 18.54 вы заправлялись? Да, да. Один литр? Нет такого у нас. Вы на какую заправку заправлялись? Дед, я кидал 400, там девушка включила телефон, перезвонит. Лиса басала кутку своему парню 89 миллиардов. Нет, я за литр 54 отдавал. Стою вот 18.54. Ну, вы у нас там, может, 18 или там 17 часов 54. Просто время разное. Вот количество один литр есть 50 рублей. Это я, да? А, нет, 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 это не вы. Ну, вот, я вам говорю, что это не может быть я. У меня электро велосипед сидит, трехколесный. Две корзинки спереди, сзади, там, посмотрите. Завтра перезвоните, будет начальство, или сами подойдите и решите этот вопрос. Нет, так что ж мне делать-то, я ж не понимаю. Я ж у вас заправиться, я думал, что все нормально, а пришел это самое. Вы мне что-то туда налили, я не знаю даже куда налили-то, в корзинку что ли. Я раз, поехал, у меня электро велосипед, понимаете. А я сточу. Вы почему сразу не обратились? Вы почему звоните только сейчас об этом? Я не знал, я растерялся, понимаете. Номер ваш нашел, вот тоже мне сказали, остановил. Но вы могли бы вернуться, если у вас, вы прямо отъехали, и вы встали, как вы говорите. Да я до вас ехать еще надо полчаса. Ну а как же вы доехали, если вы сломались, вы говорите. Так я к вам доехал, и от вас ехал полчаса, а потом встал. От нас вы ехали полчаса, ну значит у вас электраж-то кончился просто, вам еще надо заправить. Да нет, у меня просто техника, скорость 15 километров в час. Я не понимаю вас. У меня электро велосипед. У вас есть, у вас должны быть, у вас должны быть на электро, ваш велосипед, документы, каким вид топливом вы заправлялись. Просто так у нас заправщики не вставляют любой вид топлива. Это понятно, что... Вы говорите. Так они знают, что вставлять, куда вставлять. Я здесь подъехал, вот на электро велосипеде, трехколеса у меня, две корзинки, спереди сзади, пипикал еще. А подбегал, как мне еще 10 рублей дал, за то, что там заправил. Сколько вам жалко? Уже 80 рублей? Не-не, я 10 рублей дал заправщику даже за его работу, так сказать, чайовые. Я заправил там, не знаю, может, тысячи на две. Залил мне что-то там. На сколько вам... у вас заправка на сколько была? На две тысячи где-то. Там около двух тысяч было. Вы самокат... Вы только сейчас сказали, вы заправили литр. Не-не, я сказал, за литр 54 рубля отдавал. Сколько за литр отдали? 54 рубля? Да. У нас таких нет, сон. Ну, сколько там, 50 чем-то было. У вас 50 литров, наверное, было? Не-не, 50 литров быть не может, потому что у меня техника столько бы не увезла. Давайте вы перезвоните, я сейчас найду документ, подниму документы, сейчас мне просто неудобно. Нет, так, а может, это... Перезвонить... Ну, просто на педалях доехать и все, и потом, ну, чисто разберемся, потому что педали крутить буду. Вы... начальства сейчас нет, вы разбираться с кем будете? Не-не, просто... Ну, надо же решить вопрос, вы по камерам посмотрите, может, он не туда залил, не в ту дырку влил. В какую дырку еще? В девять... Так, во сколько в 15? В 15, в 27, по-моему, или 54 что-то там. У вас чек остался сохраненный? Не-не, у меня чек погас, светился, сейчас нету. А вы как, как оплачиваете, картой? Не-не, у меня карты нету, я наличными отдал, бумажными. Карта лояльности у вас имеется? Не-не, я не лоялен. Я пенсионер. Ну все, перезвонитесь минут через 10-20. Не-не, трехколесные, синие, у вас себе, трехколесные. Сейчас я посмотрю по камерам. А что мне делать тогда? Ждать опять здесь стоят? Перезвоните просто, мне сейчас, я буду смотреть, а то займет времени. А что ж мне пока делать? Может, пока на педалях докрутить к вам? Да хотите, крутите, приезжайте. Ну вы давайте только-то, мне нервничать, ситуация тоже неприятная. Сам стоите на электровелосновении. Нет, давайте, просто вы сейчас просто приедете, если я ничего не обнаружу, смысл вам просто время терять. Вот я прочер. Не, такая я шума заправлялся. Ну все, давайте я камеру посмотрю, и вы перезвоните. Так а вы знаете, хоть на какой я был колонке-то? Я здесь на электровелосновении стоял. Я посмотрю, у нас на электровелосипеде вы единственные сегодня приезжали. Ну а вообще приезжают часто на электровелосипедах? Ну один раз был, да, мужчина у нас. На электровелосипеде? Да. Да, то что я, наверное, был. Может, вы. Парас, а никто больше не был. Оранжевый у вас велосипед? Ну, он как бы синий-оранжевый, да. Ну, может, вы были. Да, это я был. Ладно, сейчас я посмотрю камеры. Тот раз тоже казус был. Ну, у нас тоже что с топливом не то было. Ну, у вас бензобак там 5 литров всего лишь. Не-не, у меня канистра там обычно красная. У вас погубал за 700 рублей. В красную канистру мы в такие не... Ну, ладно, сейчас давайте я уточню. Я понял. Так а вас как зовут, чтобы я сейчас обращался в следующий раз? Сюда просто перезвоните. Это ваш личный номер или рабочий? Рабочий. А, личный номер можно вас тогда узнать? Не, не надо на личный звонить. Вот весь рабочий номер. А, не, просто я хотел вас, потому что знаю, ну, личный номер, чтобы вас на велосипеде покатать, когда я решу вопрос. Не, не надо, спасибо. А, там на корзинку сядете, сзади прям, с ветерком пообжимся, по московскому. Нет, спасибо, я откажусь. Не хотите, да? Я откажусь, спасибо. У меня прям с ветерком техника хорошая, там мотор, правда, сломенький. Ну, ничего, как говорится, ну, найдем нормально, пока с авором поездим с вами. Нет, спасибо. Можете на сидушку сесть, а я сзади. Там только газульку жмете, и все, у нас сама техника едет. Нет, спасибо. Ну, ладненько, я тогда сейчас подъеду, да, мы с вами хоть чая выпьем, хоть посмотрим, камеры, камеры потом рассмотрим, что там было. Да, я сейчас посмотрю камеру. Может, вместе хоть посмотрим, хоть кофе выпьем. Вместе она у нас не получится посмотреть. А почему? Потому что это частная собственность. Ну, я понял, я вот так в корзинку посажу на велосипеде, а сам пойду камеры смотреть. Ну, подождете, покурите. Нет, спасибо. Не понял. Ну, так что же мне делать-то теперь на московском стою вот здесь. Ну, сейчас я камеру посмотрю, и посмотрю, насколько вы заправились, какую вам корзинку там налили бензин. Посмотрите, ты тоже... Просто перезвоните через минут 10-15. Я тоже просто не помню, то ли в переднюю, то ли в заднюю налили. Вот, в чем вопрос. Я тоже не могу понять, пока я не посмотрю камеры. Что-то велосипед не едет у меня электро. Не знаю, что делать, господи. Ну, ясненько все. Не хотите, да, помочь? Что-что еще раз? Говорю, не хотите, да, помочь мне разобраться с проблемой? Вот я говорю, я сейчас посмотрю камеру, перезвоните прямо через 10-15 минут. Ну, я понял. И я вам скажу, какую вам корзинку налили бензин. Я сейчас здесь на московском шоссе стою с велосипедом. Чемпион. Называется. Техника чемпион. Синий там по камерам. Если будете смотреть. Розово-синий чемпион. Чемпион на раме прям большими буквами белыми. Чемпион. Я поняла, хорошо. Это потому, что я чемпион. Я для себя технику подбирал. Техника чемпионов. Понимаете, о чем я? Это очень здорово. Да. Вот. Вы не переживайте. Я сам уж не переживаю. Потому что я уже 4 часа вокруг велика хожу. Не помню, в чем проблема. Топливо они сюда залили. Да. Ну, ничего страшного, ладненько. Ну, бывают в жизни просто такие случаи. Ну, что делать. Я человек не молодой. Сами понимаете, переживаю. В всяких пустяках. Такие вот. Обращаю внимание сильно. Вы давайте не переживайте. Сейчас я посмотрю камеру. Перезвоните. Я вам скажу, куда и что точно. Ну, я понял. Ну, что-то не поехала техника. Не знаю. Электровелосипед что-то не едет. Ну, ясненько. Ну, что поделать. Бывает. Хорошо, Светлана, да. Все, сейчас я посмотрю. Перезванивайте. А, ну, хорошо. Ладно, сейчас я подъеду на электровелосипеде. Все, хорошо. Подъезжайте. Да, да. Блядь, по-моему, с меня хекали только что. А что смешного? У меня техника не едет, блядь. Что смешного? Звоню Свете. Узнать, что нашла меня по камерам или нет. Азвать тут надо слушать. А, Светлану можно, да? Светлана, это заправка или нормальный телефон? Кто-кто? Это заправка или нормальная? Заправка. А где эта самая, Света моя? Какая Света? Света заправляла мне электровелосипед. Никаких Свет тут нету. А как нету? Я же подъезжал на электровелосипеде сегодня. Не знаю, Светы здесь никакие не работают. А вы кто? Алло. Я по поводу электровелосипеда сегодня заправлял у вас трехколесные. Помните? Да помню, помню, вы говорили. Да, да. Так а что, не нашли, да? Нет, нету таких. Не нашли мы, видишь. По камерам смотрели? Да. И шо там, не нашли меня? Нет, не нашли. На какой колонке были? На третьей колонке. У меня третий там был. Скажите, не в 17-54, не в 18-54. А во сколько? Не знаю, ищите, вспоминайте. А как такое, блядь, возможно? Вы меня поймите, я очень разошлён. Я хочу решить проблему, Светочка. Что, что, ещё раз? Проблему решить, да, да мне. Какая проблема-то у вас? В электровелосипеде едет. Ну, он может, с бензина у вас кончился? Так не, а так у меня с электровелосипед трёхкорёсный. Ну, моё электричество кончилось. Так а зачем? А я-то на заправку приезжал. Не знаю. В смысле, не знаете? То есть я приехал просто там? Я не видела ваш электросамокат. Я не знаю. У вас есть документы. Когда вы покупали, вам рассказывали эксплуатацию этого транспортного средства. Как его заправлять, чтобы он работал, как его включать. Правильно? У меня трёхколёсный электровелосипед, да. А я здесь при чём? Так мы с меня заправляли и чё-то не то налили. Я вас не заправляла. Вы приезжаете на заправку, говорите сами, вид топлива и куда вас заправлять. Не-не, так я... Я подъехал ещё. Я ещё... Вы говорите... Я сначала на мотоблоке подъезжал. На красном. Помните? Мотоблок. Вы на чём были? Вы уже определитесь на... Ну, с утра я был на мотоблоке. С утра вы меня тоже помните. Я мотоблок заправлял. А потом уже вечером на электровой велосипеде приехал. Время. Мне нужно время. 17.27. Сколько? 17.27. Вы мне походу там эту самую залили не туда. У меня что-то электровосипед не едет. Тяги нема. А если вам не уехали, вы вообще не уехали, понимаете? У меня тяги нема. Тяги нет, не прёт, техника стоит. И вот немножко отъехал на московском шоссе здесь стою. Ну, вы что, там 4 часа стоите, что ли? Ну, так я стоял, проблему искал. А потом всё-таки, ну, меня как осенило, ага, заправка. Ну, а почему вы не... У вас чё, почему он не сохранился? Так, а куда мне велосипеде в корзинку его кидать? У меня там дырки. В карман? В бумажник? А, нет, у меня шорты были. Джинсовые. Ну, я вот смотрела по камерам, я не нашла, чтобы у нас кто-то заправлялся на трёхколёсном велосипеде. Ну, вы, блядь, заливали, или кто? Я не знаю, кто вам заливал. Ну, а некоторый велосипед кто заправил? Зачем мне залили на 2000 там? Не едет ничего. Это у вас сколько бак? У меня бак, у меня там канистра. Сколько канистры литров? 10 литров полных. 50 литров? Ну, да. Канистра? Да, да, да. Пластмассовая. Ну, да. Палиоритановая. И вы на велосипеде приехали с 50 литровой канистрой? У меня трёхколёсный велосипед, да вам не игрушка. Техника с корзинкой. Синий. Не едет теперь от вашего топлива. Вот, смотрите. Синий электровосипед у меня не едет. Что делать будем, я сам не знаю. Вот сам в такой ситуации, как говорится, уже два раза, и сам не знаю, что делать уже. Ни один из раз не решил вопрос, так скажем. Приехал сегодня на электровосипеде, хотел забравиться, и получился казус. То есть техника не едет. На какой кассе вас обслуживали? Да, да, обслужил. Я бы 10 рублей ещё дал, говорит, о, спасибо, и всё, корма. Касса какая была у вас? Какая? На какой кассе были? Не понял. На какой кассе оплачивали? Вторая. Светлана. Здесь нет Светлана. А кто? Чего вы взяли, что здесь Света? Так вы сказали, что вас Светлана зовут. Вам никто не представлялся. Не сказали. Посмотри, пожалуйста. 17-25. 17-20. Третья колонка. Да, электровосипед трехколёсный. Сидите с хорзинкой. Сидите. Сидите на это. 15-15. Сколько? 17-25. Сейчас вот стоит на Московском шоссе, а тексика не едет. Показывает ноль палочек. Так а что делать, я же не понимаю. Что же теперь делать-то? Директор АЭС-5 не едет, ничего не едет. Я вот бывший покупал документов, никаких нет у меня. Быв брал. На Авито взял. Пацаны с Чапаевска придащили. Так что там по поводу велосипеда-то заправка будет? Мы смотрим, смотрим в камеру, но вас мы не можем найти, во сколько вы приезжали управляться. Сиденький, сильненький такой. Я ещё такой весь большой такой. Меня видно. Патлаты. Патлаты здоровы, это бухай. На электровосипед трёхколёсах вообще пиво было. В пакете. Пиво ещё в пакете висело чёрное, ЧБ. Чёрно-белое. Ой, КБ, красно-белый, чёрный пакет. Такой растянутый весь, Паша. Тяжёлый пиво много. Бойка, это. Кстати, куда-то пиво пропало. Бензин, пиво, и велосипед не пропал? Пока ещё нет. Настаю холодно здесь, ночью холодает, сами понимаете. А у меня техника не едет. Хочу с агрессор климат включить там, чтобы тепло было. Нету, да? Нету, нету. Раз 17, 27. А-а-а, смотрите, я вот в телефоне смотрю, да, звонки у меня входящие. Когда Серёга звонил, Серёга, это было в половину. 32 минуты ещё звонил, чтобы пиво ещё купил. 17, 32 Серёга звонил, чтобы пиво напомнить. Вот как раз, посмотрите. У меня ещё, ещё этот, футболка с енотом была, чёрная. Енот был нарисован, енот. Футболка с енотом была, там ещё было написано на футболке, что-то там, это, вот написано. Рыболовные войска. Я рыбак. Я рыбак. Я рыбак, поймите меня правильно. Нету, да? Пока нету. Ну, ясненько. Ладно, я буду крутить педали тогда, так, в холостую согреюсь, правильно? Ну, ладненько. Вопрос-то я решён. Ну, ничего страшного, бывает. Может, техника подвела, может, топливо. Кто знает, пойду, это, зарядку включённую. 17, 32, в 17, 32 вас не было на колонку. Да, ну, не было, значит, меня. Может, я тогда, значит, не было меня, да? Да, ну, ясненько. Тогда, значит, я... Так как, как не было, где же я заправился тогда? Я не могу понять, где вы заправили? Так я тоже не пойму. У меня вроде и топливо там не нужна. Я заправился. Это электро-велосипед. Электро-велосипед трёхколёсный. Я вас ещё сигареты покупал. Русский стандарт. Ну, ещё мотоблок красный есть. Батаблук Агат. Эль Педро. Светлана мне заправила, говорит, вот тебе ещё со скидкой. У меня ещё карточка есть, вот эта, чёрная карта. Барабан. Вы сказали, у вас нет карты лояльности. Не-не, у меня чёрная карта, Роман Барабан. Имя Роман Барабан, это мой друг. А-а, понятно. Ну, ясненько, да, нету, да, ничего? Нет, ничего нет. Ну, это, конечно, не очень меня радует, что тут. Ну, ладненько, что ж, как говорится, вот. У вас что-то вообще, как работают, клиенты хоть есть, кроме меня? Есть. Ну, ладненько, тогда отвлекать не буду. Тогда я пойду, это самое, посмотрю ещё. Может, там корзинку куда-то они туда налили. Посмотрите, понимаете мне, пожалуйста. Да, может, по крышку залезло, я не знаю, топливо залилось. Ну, посмотри, там техника-то у меня всё-таки, ну, не новая, на Авито брал. У вас, у вас, у вас канистра 50 литров, вам заливали в канистру. Не-не, у меня канистра, она дырявая. У меня в канире, этот, корзинка там. А, в корзинку у вас заправляли, да? Да, в металлическую. В заднюю только, не помыли, в переднюю, у меня их две. Понятно. Ну, а у вас тогда всё сразу должно вычесть было. Нет, а там лужи нет уже у вас, ничего сухого. Понятно. Там пакет на дне ещё у меня лежал с пивом. Падаль старая, отстань реально от простых людей со своими рафлами. Я реально приеду к тебе завтра утром по адресу. Ново, Садовая, 5, ПВП, Смышляевка, город Самара. Тяжело, наверное, было вам. Так нет, я с велосипедами электротягу. О, ну вот, видите, здорово-ка. На электротяге шёл, шёл, да я пришёл, как говорится. Встал, ну, на Лосковское шоссе и стою здесь. Ладно, ничего страшненького. Ладненько, хорошего вам вечера. Всего вам доброго. Ладно, пойду тогда электротягу заряжать. Ну, всё, до свидания. До свидания, Светлана. Да?